Каждый год 1 декабря весь мир отмечает день борьбы со СПИДом. Его справедливо называют крупномасштабной эпидемией, чумой 21 века, реально угрожающей человечеству. Десятки миллионов людей в мире страдают от смертельно опасного вируса, вызывающего дефицит иммунитета. К сожалению, проблема остро стоит и в нашей стране. Россия входит в 58 стран, где продолжается рост ВИЧ-инфекции. Мы даже обгоняем по росту 5 стран Африки. Это должно настораживать и, к сожалению, в 2016 году официально признано, что в России есть эпидемия ВИЧ-инфекции. В некоторых городах, таких как Екатеринбург, Свердловская область, Хантамансийская область, Сургут. Связано это с тем, что все равно продолжается рост ВИЧ-инфекции и у 1% беременных женщин выявляется ВИЧ-положительный результат. И на этом основании у нас официально в стране сейчас есть такое понятие, как эпидемия ВИЧ-инфекции. В Анапе за 2016 год было выявлено 110 случаев ВИЧ-инфекции. В этом году диагноз получили 106 пациентов. Всего же на учете стоит около 370 человек. Болезнь коварна тем, что долгое время протекает бессимптомно, поэтому врачи советуют ежегодно проходить диспансеризацию. А тем, у кого диагностировали ВИЧ, незамедлительно приступать к терапии. Самая большая проблема в том, что очень сложно найти пациентов, достучаться до них, объяснить, почему нужно наблюдаться с ВИЧ-инфекцией. Потому что самое главное в проблеме ВИЧ-инфекции – это побороть у человека стигмы, человека заставить понять, почему он должен лечиться, почему он должен наблюдаться и почему он должен обследоваться. Сейчас государство делает все для того, чтобы ВИЧ-инфицированные пациенты получали бесплатную терапию. То есть все препараты, они достаточно дорогостоящие терапии, это пожизненная терапия, это состоит из 3-4 препаратов. Все эти препараты выдаются бесплатно. Раньше с ПИДом болели преимущественно наркозависимые люди. Сегодня ВИЧ-инфекция все чаще распространяется среди благополучного населения. Поэтому знать свой статус ВИЧ необходимо каждому. Благодаря развитию медицины с этим диагнозом можно жить полной жизнью и даже рожать здоровых детей. Самое главное – своевременно и в полном объеме получать медикаментозное лечение. А чтобы не попасть в группу риска, врачи советуют вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиену, следить за стерильностью во время медицинских и косметических процедур и избегать беспорядочных половых связей.